Книга «Открытым оком», 25-й том, вопрос 3738. Тема «Показания». Если человек служит на подводной лодке и нет там священника, но сложилась ситуация такая, что хотел бы исповедаться, возможно, другого случая не будет. Как быть? Ну и в других подобных случаях. Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Нужно было заранее о том подумать. Сирахова, 19-19. Прежде, нежели начнешь говорить, обдумывай и прежде болезни, заботя о себе. Придется без священника каяться, Бог повсюду. Салон, 49-15. И призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня. Вот тут видна будет огромная разница между тем, кто вырос в христианской семье и кто ничего не знает о вечности. Его не научили умирать. Пророки утверждают, что нужно вовремя примириться с Богом, иначе будет слишком уж поздно. Иеремия, 11-14. Ты же не проси за этот народ и не возноси за них молитвы и прошений, ибо я не услышу, когда они будут взывать ко мне в бедствии своем. Незекииле, 8-18. Зато и я стану действовать с яростью, не пожалеет око мое и не помилую, и хотя бы они взывали в уши мои громким голосом, не услышу их. Верующий не может оказаться на подводной лодке, его и близко к ней не допустят. Вы просто умышленно сконструировали такую ситуацию, какая у верующего и не произойдет никогда. Экклесиаз, 12-1. И помни создателя твоего в дни юности твоей, доколе не пришли тяжелые дни и не наступили годы, о которых ты будешь говорить. Нет мне удовольствия в них. Серахова, 19-21. Прежде, нежели почувствуешь слабость, смиряйся, и во время грехов покажи обращение. Исайшес, 5-24. И будет прежде, нежели они вас зовут, я отвечу. Они еще будут говорить, и я уже услышу. Он был один, и сумрак вечной ночи, глядел ему в страдаческие очи, и он привстать не сел их был с земли. А путники спокойно мимо шли. Дорогою, где он лежал из ранен, прошли сперва священник или вид, и сердце им не тронул жалкий вид молившего. И шел самаряна. Дорогой той и, слыша слабый стон, немедленно остановился он. Душою всей остраждущим жалея, он в раны влил целебного елея. Холодный пот отер ему с чела, как близкому, как дорогому брату. И, посадив на своего осла, отвез его в гостиницу, и плату хозяину он отдал за него. Сказав ему, когда издержишь вдвое, верну тебе в довольстве и покое в люди его, как друга моего. И притчу рассказав, спросил учитель, так кто же ближний странник, страннику сему? Законник отвечал, тот, кто помог ему. И так сказал Рави, иди и делай то же. О, чуйно!